Всем привет! Вы на канале Ирина Эф и в этом видео покупки из магазина FixPrice. В основном ехала, чтобы закупить бытовую химию, но купила и кое-что еще. Давайте начнем с бытовой химии. Нужны мне были чистящие средства для дома. Я использую только средства без хлора и в этот раз было всего две бутылочки в продаже. Это гель для туалета лимонный без хлора и средства для ванн, активный гель от HomeStar обе бутылки и обе бутылки без хлора. Я эти средства уже покупала. Оба геля достаточно жидкие, расход неэкономичный и они подойдут для такой достаточно частой уборки. Но я не могу сказать ежедневный, но если убираетесь на регулярной основе, этими средствами вполне можно почистить сантехнику. Если есть какие-то достаточно серьезные загрязнения, то эти средства, скорее всего, не подойдут. Мне они нравятся, несмотря на все озвученные минусы. Мне важно, что они не содержат хлор, неплохо, очень даже неплохо очищают, поэтому покупаю постоянно. А цена 55 рублей мне кажется очень привлекательной. В такую же цену я приобрела HomeStar гель для очистки труб, уже много раз рассказывала. Использую его в последнее время исключительно для профилактики засоров. Приобрела две бутылочки средства для мытья посуды. Биолан, большая бутылка, по-моему, здесь 900 грамм, с алоэ вера. Очень хорошее, достаточно экономичное средство, 55 рублей пойдет у меня вот сейчас в использовании. И решила взять одну бутылку в запас. Это уже поменьше, по-моему, здесь 450 миллилитров или 500 миллилитров. Бальзам с алоэ вера сортиц, она всего 27,50. Вот это средство менее экономичное, но посуду отмывает очень неплохо. Несмотря на наличие посудомоечной машинки, у меня эти средства расходуются быстро. Я ими могу почистить, например, какие-то и кухонные поверхности, использую для мытья кошачьего лотка, ну и для других хозяйственно-бытовых целей. Так что, в общем-то, зачем переплачивать, когда бюджетные средства меня вполне устраивают. Следующее, зачем я ехала и что я купила, это капсулы Ариэль для цветного белья 3 в 1. 12 капсул, но и цена гораздо ниже, чем в других магазинах, 199 рублей. Ну вот я нигде цену ниже не видела. Может быть, иногда бывает в каких-то супермаркетах, гипермаркетах по каким-то суперакциям такая цена. Но зачем отыскивать акции, когда, в общем-то, можно заехать в фикс прайс и там приобрести. Следующее, что купила, это жидкое мыло. В этот раз решила выбрать детское. Я такое когда-то уже покупала, оно достаточно мягкое, совершенно не раздражает кожу рук. Оно такое, ну, в меру густое, в общем-то, смотрите, видите, достаточно густое. В общем-то, очень неплохое мыло и цена 55 рублей за 500 миллилитров, очень приятная. Так, следующее, что я купила, покупаю постоянно, вот просто покажу, беру в сторонку. Это плюш, бумажное полотенце двухслойное, огромный рулон, стоит он 55 рублей. В какой-то момент в моем магазине были и другие бумажные полотенца, но уже несколько месяцев представлен только вот такой вариант. Ну, в принципе, вариант очень даже неплохой. Надо было мне в шкафу обновить вот такие средства антимоль, подвесная секция. К сожалению, была всего одна штучка в магазине, цена 27,50. Кстати, подобные покупала в другом магазине, очень похожие, не от Тайги, правда, от другой какой-то марки. Цена была 50 рублей. Здесь 27,50. Если подвезут вдруг еще, я с удовольствием докуплю. Это с ароматом лаванды. Так, еще одна хозяйственная покупка. На ней, наверное, остановлюсь чуть дольше. Объясню, почему я приобрела вот такую щетку для посуды от Bonhomme силиконовую за 77 рублей во второй раз. Хотя я такую же покупала, и для мытья посуды она мне не понравилась. Вот, покажу вам свою щетку, которая у меня сейчас в использовании. Это очень мягкая такая силиконовая щеточка. Мне показалось, что посуду она отмывает не очень качественно. Но зачем же я ее опять купила? Она чудесно отмывает кошачьи миски. Для этой цели она мне настолько понравилась. Вот эта щетка уже в использовании достаточно продолжительное время, как вы видите. С ней пока ничего не случилось, но все равно когда-то ее придется заменить. А я заметила, что во всех ближайших магазинах вот эти силиконовые щетки пропали. Поэтому специально за ней съездила в более отдаленный от меня магазин и приобрела. Поэтому, ну вот честно, для мытья посуды я вам ее рекомендовать не могу. Но вот для мытья кошачьих мисок для меня это оказался просто идеальный вариант. Кстати, очень удобно. Вот такую щетку не спутаешь со своей, да, которой моешь, в общем-то, человеческую посуду. Следующая покупка – это зубные щетки от Colgate. Так, давайте покажу вот как-то, чтобы не засвечивало. В упаковке три штуки. Удобно для всей семьи. Стоит упаковка 99 рублей. Зубные щетки средней жесткости. Кстати, они не такие уж простые. Здесь достаточно удобный, вот как она называется, да, зигзаг. Удобно достаточно расположены щетинки. Я такие щетки уже покупала и, кстати, консультировалась и со стоматологом. Совершенно мой врач ничего против таких зубных щеток не имеет. Но главное чистить зубы правильно и желательно два раза в день как минимум. И две покупки у меня из канцелярского отдела. Первое, что меня заинтересовало – это набор магнитных закладок. Они в магазине уже какое-то время продаются, но все закладки раньше были какие-то такие, ну, совсем детские. Не знаю, там, кошечки, собачки. Поэтому, в общем-то, взгляд на них не останавливался. А эти, коллекция этих закладок называется «Импрессионизм». Мне показались очень такие интересные, взрослые. И я купила. Упаковка стоит 55 рублей. Здесь 4 штуки. Я не буду использовать их для книг. Я книги давно не читаю в бумажном виде. У меня есть электронная книга. Но очень удобно будет делать какие-то закладки, заметки, да, выделять нужные странички в ежедневниках, блокнотах и так далее. Ну, в общем-то, купила для такого личного использования. И то, что покупаю уже не первый раз – это набор цветных гелевых ручек. 55 рублей. В упаковке идут 4 ручки с яркими красивыми чернилами. Мне, опять же, такими нравится писать в ежедневниках, в блокнотах, делать какие-то пометки, заметки, что-то выделять. Единственное, очень быстро в этих ручках заканчиваются чернила. Хватает совсем ненадолго, но, в общем-то, и цена достаточно бюджетная – 55 рублей за 6 штук. Поэтому покупку повторяю с удовольствием. Ну, вот такие небольшие покупки были сделаны в последний заход в фикс прайс. Никаких интересных новинок в моем, по крайней мере, магазине не появилось. Хотела, кстати, повторить крем, который ранее показывала, с маслом или с экстрактом конопли он называется. Мне крем очень-очень понравился. Хотела прикупить в запас пару тюбиков, но крем просто исчез с полок. Продавцы сказали, что его смели просто буквально в первые 3-4 дня, а новых поставок, к сожалению, не ожидается. Вот так вот, как появляется какой-то товар, который нравится, он очень быстро пропадает. Интересно будет почитать в комментариях, что вы покупаете в магазине фикс прайс. Какие ваши любимые товары, кстати, мне часто пишут. Но у вас такие неинтересные покупки. Ну, извините, я не покупаю фикс прайс золотые ананасы, блокноты с пайетками. У меня к этому магазину чисто такой утилитарный подход. Я покупаю нужное и то те товары, в которых меня устраивает соотношение цена-качество. А к красивым безделушкам, ну, к сожалению или к счастью, я просто равнодушна. Еще раз спасибо, что посмотрели мое видео. Всем отличных покупок. Всем пока.